МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В свою очередь, православная церковь всегда покровительствовала людям этой героической профессии. Поэтому для приобщения людей к истокам православной веры и культуры, созданию духовно-нравственной атмосферы в коллективе угольной компании «Краснолиманская», администрация предприятия решила возвести храм в честь святого великомученика Ювеналия. Глава оставляется камень цей, округлением священной воды сия, непоколебимое основание храма, созидаемого имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Казалось бы, сама природа, не по-зимнему теплое солнце, голубое прозрачное небо благословило освящение камня под строительство храма святого великомученика Ювеналия. Провел обряд благочины Красноармейского округа протеерей Александр Кондратюк совместно с духовенством округа. Сегодня закладывается новый камень в основании храма. Для того, чтобы в данном храме люди имели возможность и быть соучастниками таинств церкви, которые очень важны и необходимы для души христианина, любого живущего на земле. И, конечно, в сегодняшний день, основывая и закладывая камень по благословению Высокопреосвященнейшего владыки, митрополита Илариона, хотелось бы вам передать его архипастерское благословение, как руководство шахты, которое сегодня совершает это богоугодное дело для дальнейшего строительства храма, чтобы владыка просил передать, чтобы милость Божья всегда пребывала с вами, чтобы начатое дело было в ближайшее время, в скорейшее время совершено. Мы все знаем, что шахтерский труд, он особо опасный. И каждый человек, который спускается в шахту, он не знает, выйдет ли он на гора. И вот храм, который поставится здесь, и будет не просто украшением, а прежде всего пристанищем для людей, которые трудятся на этом предприятии. И та молитва, которая будет деяться в этом храме за этих людей, за их семьи, это уже из семья самого священномученика Ювеналия, который неустанно будет покрывать своим молитвенным покровом не только нас, здесь живущих, но и всех людей православных. Идея построить на территории шахты храм именно в честь святого Ювеналия возникла у администрации угольного предприятия не случайно. Он реальная историческая личность. Родился Мируяков Федорович Говорухин в 1761 году в городе Екатеринбург. В первый период жизни работал на рудниках горным офицером. В 30 лет Яков был принят в Алаамский монастырь. Через несколько лет вместе с другими иноками отправился в миссионерскую поездку в Новый Свет на Аляску. Здесь он обратил христианскую веру более 7 тысяч аборигенов. Мученическую смерть принял от туземцев, когда хотел организовать школу для их детей. В 1980 году Ювеналий был посвящен в лик священномучеников. Нужно отметить, что храм в честь этого святого будет единственным в Украине. И каждый из работников угольной компании «Краснолиманская» сможет попросить заступничества Божьего и начать свой трудовой день с молитвы. В свете тех событий, что проходят на Украине, неспокойствие, нестабильность. Через духовность идет наша жизнь, наша работа. Вот почему администрации предприятия было решение возвизнуть здесь не просто часовеньку, а возвизнуть храм. Я хочу, чтобы так предприятие, как работало, оно не только работало, но еще развивалось. Это, наверное, самое большое знамение, которое есть на сегодняшний день, что умом мы дошли до того, что надо было взвикнуть здесь церковь. Для чего? Для того, чтобы все вокруг знали. «Краснолиманская» будет работать и будет жить в ближайшие как минимум сто лет. У нас угля хватает. А тот ювеналий, церковь, которую мы закладываем, это будет нас ангел-хранителем. В этот прекрасный день мы произвели закладку камня, но это еще значит не то, что мы еще построили этот храм. Теперь нужно каждому здесь присущим вложить какой-то свой вклад, чтобы этот храм был выстроенный, чтобы история нашего предприятия продолжалась дальше. Наше предприятие должно прозвитать. И это будет наша новая история после того, как мы заложили камень в христианский храм. Вместе с руководством Краснолиманской радость события разделили другие почетные гости. Родинский городской голова Сергей Федоров и красноармейский городской голова Руслан Требушкин. Сегодня действительно вы заложили хорошее, доброе дело. Александр Иванович, спасибо вам за то, что вы организовали это у себя на предприятии. Я уверен, что с Божьим благословлением, с помощью Божьей предприятие будет работать и стабильней, и коллектив будет дружней, и будет больше помощи от государства. Сегодня хороший день, хорошее настроение для хороших поступков. Сегодня заложили фундамент мужества и героического шахтерского труда. Сегодня заложили фундамент святой веры. Веры в то, что Бог всегда с нами, Он нас сохранит и защитит. Я хочу поблагодарить трудовой коллектив шахты Краснолиманская, генерального директора Дубовика Александра Ивановича, наших настоятелей, благочинного отца Александра, настоятеля отца Сергия за инициативу и поддержку этого благого дела. Обрадовались такому знаменательному событию и работники Краснолиманской. На обряде освящения камня под строительство храма присутствовали сотни горняков предприятия, которые были не заняты на производстве. Они были однозначны. Работая в таких опасных условиях, душа просит заступничества Божьего и благословения. Я считаю, что в жизни каждого человека с Богом мы рождаемся, с Богом уходим. Здесь мы в гостях. Там мы в основном будем, наверное, жить, как меня бабушка учила. Когда человек рождается, уже знают, когда он умрет. Поэтому лишний раз зайти, попросить, чтобы мы видели это солнце, поднимались на гора вовремя. Просто были счастливые. Мы, наши дети, наши родители, долго нас не покидали. Поэтому закладка этого храма – это наш путь навстречу к Богу. Я думаю, это мнение не только мое, а всего коллектива. У меня на этой шахте больше 40 лет отработал отец. Сейчас здесь трудится мой сын. И всегда, когда он спускается в шахту, я всегда молюсь. И всегда, когда он поднимается, я благодарю Бога. И молюсь о нем, о его товарищах, чтобы все было хорошо. Поэтому сегодня нам выпало такое, ну как, это действительно Божье благословение. И под покровительством Святого Ювеналия, которое будет охранять всех наших шахтеров, этот храм, я надеюсь, будет быстро построен. Поэтому Божьи благословения всем вдохновителям этой идеи, директору нашему Александру Ивановичу, всем строителям, которые будут возводить этот храм, и шахтерам мира и покоя в ваших душах. Храни вас Господи. А Святой Ювеналий будет ходатаем пред Господом, а нас грешных. Храни вас всем Господи. Идея постройки православного храма на территории предприятия, на мой взгляд, очень интересна. И я уверена в том, что эта идея найдет в ваших душах и сердцах отклик. В наше время, учитывая такое тяжелое время, когда общество фактически и духовно беднеет, и нравственно беднеет. Поэтому я считаю, что закладка и строительство храма на территории нашего предприятия послужит тому, чтобы наш коллектив вырос духовно, обогатился духовно. Милостью Божией, сегодня на нашем предприятии был заложен камень под строительство храма святого мученика Ювеналия. Для нас это очень большой праздник, очень большое событие, так как люди могут прийти в любое время, помолиться, вознести свою молитву Господу, попросить благословения у Бога на труд и на житейские нужды. Для нас это очень большое событие. Планируется, что храм будет размером 9 на 9 и высотой около 20 метров. Приблизительный проект его строительства уже готов. Вместе с тем все присутствующие высказали уверенность, что благодаря трудовому коллективу Краснолиманской и другим небезразличным людям строительство храма начнется в скором времени. И в такой тяжелый для нашей страны период храм Божий станет местом, где можно будет почувствовать душевный покой в молитвенном общении с Господом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова